Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно, и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! Сегодня на территории Гомельщина ожидается сплошная облачность и без осадков. Столбик термометра опустится до минус 3 градусов, ветер будет северо-западного направления скоростью до 3 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 10 января 2007 года. Тогда температура воздуха прогрелась до 9,3 градуса по Цельсию, а рекорд со знаком «минус» был установлен в 1950 году. В тот год температура опустилась до минус 29,8 градуса по Цельсию. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 2 рубля ровно, евро 2 рубля 40 копеек и 3 рубля 50 копеек за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Технобанк, Абсолютбанк и БМБ-банк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в банке Москва-Минск, Паритетбанке и БПС Сбербанке. Курс продажи доллара составляет 2 рубля 1 копейка, евро 2 рубля 41 копейка и 3 рубля 49 копеек за 100 российских рублей. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустит сегодня в обращение почтовую марку – 100 лет органам пограничной службы Беларуси. Дизайнером стала Татьяна Кузнецова. Общий объем выпущенных марок составит 72 тысячи. Свой 100-летний юбилей пограничная служба отметит 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Белорусские пограничники считают именно эту дату точкой отсчета своей истории. В январе для гомельчан организуются акции по профилактике болезни системы кровообращения. Ее проведут специалисты Гомельской центральной городской поликлиники и Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. До конца месяца в Гомеле планируется провести 4 таких мероприятия. И первое из них состоится сегодня с 14 до 16 часов в магазине Евроопт по адресу Хатаевича 9. Жители областного центра смогут измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также получить необходимые консультации по вопросам профилактики болезни системы кровообращения, здоровому питанию и двигательной активности. Как сообщает Белта, завтра в Гомельской центральной библиотеке имени Герцена пройдет фестиваль рождественских колыбельных. Организаторами мероприятия выступают Свято-Никольский мужской монастырь и библиотека имени Герцена. В рамках фестиваля прозвучат знакомые всем колыбельные и малоизвестные произведения на языках разных стран мира. Также на сцену выйдут профессиональные вокалисты и самодеятельные артисты различного возраста. Мероприятие, которое организаторы позиционируют как семейное, пройдет уже в шестой раз. Зрителей ждет не только исполнение колыбельных, но и мини-пьеса по произведению Степана Писахова, как купчиха постничала. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы и музыкальные эксперименты. К примеру, колыбельные в стиле рэп. Завершится мероприятие совместным чаепитием за сладким столом. Среди основных целей фестиваля укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, поддержка и популяризация семейного творчества, сохранение и преемственность традиций. В Гомеле 12 января в городском центре культуры состоится юбилейный концерт народного любительского коллектива Республики Беларусь молодежного хора «Возрождение». Своё 25-летие коллектив под руководством Галины Еременко отметит программой «Вифлеемская звезда». В концерте также примут участие народный хор «Радейка» Коминского государственного колледжа искусств имени Соколовского и солисты детской школы искусств номер 5. Начало концерта в 18.00. Вход для всех желающих свободный. Египет – это цивилизация, до сих пор скрывающая в себе тайны, увлекающая своей загадочностью и мифичностью. И сейчас гомельчане имеют уникальную возможность хоть немного, но все же прикоснуться к ней. Причем ехать для этого в страну пирамид и фараонов не понадобится. Достаточно посетить выставку «Сокровище Древнего Египта». Экспозицию составит более 300 предметов, среди которых подлинные экспонаты и достоверные копии. За 10 лет собранные египтологами в одном выставочном проекте. Стоит отметить, что Беларусь стала первой европейской страной, которая принимает этот международный проект. А гомель – единственный областной центр в стране, который получил возможность показать его. Стать посетителем выставки можно будет до 2 марта. Сегодня жители многих столиц и огромных мегаполисов не представляют жизнь без метро. Этот вид транспорта очень удобен в использовании, ведь там не бывает пробок, и добраться из одного конца города в другой можно за короткое время. История метрополитена началась 10 января 1863 года. В тот день, 155 лет назад, в 6 часов утра, жители Лондона стали первыми в мире пассажирами метро. Маршрут, который приблизительно равнялся 6 километрам, подвижной состав преодолевал за 33 минуты. Уже тогда проект «Подземки», разработанный Чарльзом Пирсоном, предусматривал газовое освещение в вагонах, что давало пассажирам возможность не тратить время в пути попусту, а заняться, к примеру, чтением. Нападение собаки на львов произошло в Национальном парке в Танзании. Хищники спокойно прогуливались по своей территории, пока к ним не подбежала маленькая собачка и не начала лаять, а потом и вовсе напала на них. Происходящее сняли на видео туристы, ставшие свидетелями забавной ситуации. Пес, скорее всего, принадлежит местным кочевникам, поселения которых можно рассмотреть на заднем плане. Судя по всему, львы потревожили сторожевую собаку, когда та исполняла свои обязанности. Вместо того, чтобы обойти диких кошек стороной, собака решила защитить поселок. Львица отреагировала на агрессивное существо вполне спокойно, а вот лев, на которого пришелся основной удар, слегка испугался. Однако, чтобы не двигало смелой собачкой, подобное ее поведение выглядит необычно. После нескольких прыжков на льва, пес все-таки успокоился и вернулся к людям. Лентяям и просто неуклюжим людям довольно непросто быть самостоятельными. Однако им на помощь спешат ученые из США, которые решили облегчить человеку как минимум одну непростую работу. В Калифорнии группа разработчиков создает робота, который должен помочь в быту, а именно сложить одежду. В продаже этот незаменимый в хозяйстве гаджет появится в следующем году, а предварительная стоимость оценивается в 980 долларов. В интернете уже появился видеоролик, где наглядно показано, как правильно эксплуатировать робота. Одежда просто вкладывается в устройство сверху, и уже через несколько секунд сложенная вещь выдают ее обратно снизу. Сами разработчики считают, что этот робот идеально подойдет лентяям. Американский интернет-сервис Amazon оформил патент на зеркало виртуальной реальности. Агрегат оснащен несколькими камерами, прожекторами и дисплеями. Технологии позволяют создать движущуюся картинку с помощью пикселей. Таким образом, пользователь сможет виртуально примерить на себя любую одежду, понравившуюся на фото в интернете. Дисплей зеркала позволяет менять фон, а значит, можно оценить, как одежда будет сочетаться с тем или иным интерьером или выглядеть при различном освещении. Когда именно на широком рынке презентуют первое чудо-зеркала, пока не раскрывается. Как сообщают британские ученые, курильщики не могут в полной мере насладиться вкусом пищи. Проведенное ими исследование показало, что причиной такого изменения является табачный дым, который снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Однако для тех, кого подобная ситуация не устраивает, не все потеряно. Отказавшись от курения, в течение трех месяцев после последней выкуренной сигареты чувствительность рецепторов восстанавливается. А для того, чтобы вернуть способность получать максимальное удовольствие от любимых блюд, бывшим курильщикам рекомендуют включить в свой рацион больше фруктов и орехов, но исключить шоколад. Это были Фрэш-новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит, добрый день! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова